Владимир Рыжков работает кочегаром в котельной Нечаевской средней школы. Его задача – подкидывать уголь и обязательно следить за температурой котла, потому как его перегрев может быть опасен. Когда сильные морозы, то достойно держим до 100 градусов, чтобы котел, самое главное, не закипел. Считаю, постоянно тут находимся. Шурудим уголь через... Если морозы сильные, то минут через 40 каждый раз подкидываем. Чистим два раза за сутки. Нечаевская школа была построена еще в 1963 году. Основной котел, который ее обогревает, в 2009 заменили, так как закончился срок его эксплуатации. Находится котельная в здании школы. Однако по технике безопасности должна быть вынесена за ее пределы, то есть находиться в отдельно стоящем здании. Поэтому сейчас здесь готовятся к строительству новой котельной. На данный момент ведется разработка проектно-смертной документации на строительство новой бочной модульной котельной. Земельный участок определен. Примерно срок получения ПСД с положительной экспертизы составляет май 2023 года. Сумма на строительство будет известна только после прохождения экспертизы. С котельной в здании Нечаевская школа не единственная в регионе. Еще в 33 организациях образования правила пожарной безопасности, по сути, нарушаются. Котельная должна располагаться как минимум в 50 метрах от школы. В этом году будут изолированы только 8 из них. На эти цели выделяется 32 миллиона тенге. По распоряжению главы правительства с 2016 года котельные должны размещаться отдельно от зданий школ. В Кустанайской области на сегодня вынесено лишь 90. Но в ближайшее время котлы всех школ в районах будут отделять от зданий. Подготовительная работа проводится. Для этого разрабатывается проектно-смертная документация. После прохождения госэкспертизы и выделения средств приступят и к строительству. Модернизация котельных в сельских школах проводится по программе АУЛ ЕЛ БСГ.